Здравствуйте! Это программа «Своими глазами», в которой вы своими глазами увидите то, что подготовили для вас мы. Я Юлия Романова, а также вся наша съемочная группа. Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Еще со школы мы помним эти строки из известной поэмы Жуковского «Светлана». И волей-неволей они вызывают в нашем воображении загадочные картины девичьих гаданий в крещенский сочельник. И заставляют вспомнить все известные приметы на крещение. Один из главных христианских праздников. О приметах и не только сегодня в нашей программе. Так что смотрите сами своими глазами. Чудеса случаются и автомобили вручаются. Чувствительная вы, однако, гражданка кожи. Обними меня, потом я тебя, потом вместе мы все обнимемся. Издавна уже крещение, предшествующий ему вечер, а также весь период святок были отмечены всевозможными суевериями и приметами. Приметы на крещение, то есть непосредственно 19 января, большей частью связаны с погодой, а точнее с морозами. С крещенскими морозами. Ну что ж, давайте попробуем по приметам определить, что же нас ждет впереди. Итак, если на крещение морозы крепче, чем на Рождество, это предвещает урожайный год. Если крещение выдалось ясным, солнечным и морозным, то говорили о возможности наступления горячего и жаркого лета. Вспомните, именно так и было в позапрошлом году. Дальше. Если на крещение снега мало, значит летом урожай ягод и грибов окажется скудным. А снег и метель 19 января к будущему хорошему урожаю. Интересно, а какая примета говорит о крупном выигрыше? В самой серединке первого месяца нового 2012 года в гипермаркете Sigma состоялось грандиозное событие – розыгрыш автомобиля. Давайте вернемся к истокам акции. С 4 ноября 2011 года по 14 января года наступившего в гипермаркете Sigma при покупке продукции компании Procter & Gamble, каждый потративший не менее 500 рублей, купив порошок Ariel, Type или Mif, средства для мытья посуды Ferry, средства для стирки Draft или кондиционер Lenore, мог стать участником грандиозного розыгрыша автомобиля Skoda Fabia. На чеке нужно было указать фамилию, имя, отчество и телефон и опустить чек в куб у информационной стойки гипермаркета. Основным условием конкурса было личное присутствие на розыгрыше 15 января всего года в 15 часов. И вот этот день настал. Морозный снежный денек собрал огромное количество желающих испытать свою судьбу и поверить в то, что чудеса действительно случаются. Все еще праздничное новогоднее настроение подкреплялось праздничным настроением розыгрыша. Самый важный момент установления нового владельца красного классного авто предварили официальные лица – организаторы розыгрыша. Всех собравшихся в этот день у гипермаркета Sigma поприветствовала вице-президент торгового холдинга Lotus Негриенко Вера Васильевна. Я хочу всем вам пожелать сегодня удачи. Удачи выиграть этот автомобиль и уехать сегодня отсюда домой на нем. Но не огорчайтесь, кто не выиграет. Sigma любит радовать наших покупателей такими сюрпризами. И таких розыгрышей будет еще очень много. Своими пожеланиями удачи поделились также и представители компании «Проктор энд Гэмбл» и «Ка Моторс». Прежде чем разыграть главный приз автомобиль «Шкода Фабия», были разыграны пять призов от гипермаркета Sigma компаний «Проктор энд Гэмбл» и «Ка Моторс». Обладатели этих призов, а точнее их чеки, были возвращены в куб с претендентами на победу. И вот после небольшой праздничной программы настал самый важный момент – розыгрыш автомобиля «Шкода Фабия». И уже второй чек, вытащенный из куба, стал выигрышным. Счастливчик, который выполнил все условия акции в самом начале нового 2012 года, стал обладателем нового автомобиля от гипермаркета Sigma компаний «Проктор энд Гэмбл» и «Ка Моторс». Наши самые искренние поздравления и удачи на дорогах. Самое главное – это верить в удачу и в чудеса. И если на этот раз «Фортуна» оказалась не на вашей стороне – не беда. Акций и розыгрышей на вашем пути будет еще немало. Кстати, это обещает нам и руководство торгового холдинга «Лотос». Так что следите за информацией и не сдавайтесь. «Фортуна» любит упорных. Кстати, о судьбе и фортуне приметы на крещение и на это тоже указывали. Крещеный в этот день считался счастливейшим человеком на всю жизнь. В этот день хорошо также и договориться о будущей свадьбе. Ведь в старину говорили – крещенское рукобитие к счастливой семье. Ну и, конечно же, куда же без гаданий. Среди незамужних девушек почитались те приметы на крещение, которые указывали на будущего жениха. Так по одному из поверьей нужно в крещение выйти вечером на улицу и окликнуть «Суженого». «Суженый, где ты?» Если девушке попадается навстречу молодой парень, примета хорошая. Видимо, быть свадьбе. Но перед этим неплохо было бы на всякий случай для пущей уверенности заглянуть к специалистам по красоте и здоровью. Ну, чтоб уж, если жениха нагадают, быть во всеоружии. Сегодня главным героем нашего сюжета, а также ведущей проблемой, с которой мы будем бороться, является чувствительная кожа лица. Такой тип, как чувствительная кожа лица, появился сравнительно недавно. Хотя пациенты и раньше обращались с проблемами стянутости, сухости кожи, раздражения на лице. Но только в последние десятилетия косметологи стали замечать, что любая кожа склонна к гиперчувствительности. То есть это по типу может быть и сухая, и жирная, и комбинированная кожа. Пациенты реагируют на воду, на резкие перепады температуры, на сухой воздух в помещении, кондиционеры, на сильный морозный ветер. При этом, помимо легкой степени чувствительности, когда действительно кроме незначительной стянутости после умывания пациенты ничего не ощущают, возможно появление раздражения, покраснения, различного рода высыпаний на лице. Такие пациенты в последнее время довольно-таки часто обращаются в клинику Ампара. И они тоже хотят получить процедуру не только ухода, но и омоложения. К сожалению, не все процедуры подходят, и поэтому мы обязательно проводим консультацию, устанавливаем причину такого поведения кожи. Кроме местного общего воздействия могут быть какие-то заболевания, которые приводят к такому состоянию кожи, и тогда это требует лечения и компенсации. Но в целом это может быть и неправильный уход за кожей, склонной к чувствительности. В таком случае на консультации пациенту объясняют, как правильно ухаживать за кожей лица. Например, нельзя такую кожу сушить, раздражать, использовать спиртосодержащие туники, агрессивную воду. Как можно меньше использовать косметику, как для умывания, так и декоративную. И вообще с косметикой лучше не экспериментировать, а довериться при выборе косметологам. Когда пациенты приходят в клинику, помимо ухода они хотят получить эффект омоложения, эффект лифтинга, увлажнения, улучшить свой цвет лица. В таком случае мы вынуждены подбирать процедуры, которые помогут пациентам решить их проблемы. Есть определенные ограничения противопоказаний. Например, при реальной сухости и раздражении на коже нельзя делать агрессивные химические пилинги. Нельзя делать процедуры, связанные с сильным перегревом кожи, например, фотоомоложение. В условиях клиники эстетической медицины Ампара предлагаются следующие процедуры ухода за чувствительной кожей лица. Это кислородная терапия. Она восстанавливает дыхание верхнего слоя кожи, быстро снимает сухость и шелушение. Клетки эпидермиса получают кислород не с кровью, а непосредственно из воздуха. После насыщения кислородом нормализуется обмен веществ, ускоряются процессы регенерации, восстанавливается здоровый вид кожи. Еще одна процедура – это ультразвуковая терапия. Она оказывает общетонизирующие действия, стимулирует крово- и лимфообращение, а также регенеративные процессы. Но есть процедуры, которые показаны в общем в любой ситуации. Это микротоковая терапия. Процедура успокаивает раздраженную кожу, укрепляет сосудистую стеночку, уменьшает отечность, снимает покраснение и раздражение с кожи лица. Но кроме этого осуществляет хороший омолаживающий эффект. За счет стимуляции тонуса мышц, за счет тонизирования и увлажнения кожи лица пациенты получают результат. Процедуры проводятся курсом. Они имеют ограниченное количество противопоказаний. Очень комфортны по ощущениям. Никакого раздражения на лице во время процедуры, кроме легкого покраснения, не появляется. И мы решаем проблему, с которой пациенты к нам обратились. Большую популярность, кстати, и по сей день имеет и еще одна примета. На крещение девушкам бросать башмачок. Этот ритуал, как вы знаете, проводится за воротами дома. Или, проще говоря, перед подъездом. Башмачок следует снять с левой ноги и бросить перед собой. В какую сторону укажет носок башмака, оттуда и придет жених. Хотя совсем не обязательно сидеть и ждать его вот так, полагаясь исключительно на нерадивый башмак. Можно самой проявить инициативу и воспользоваться еще одним праздником – Днем Объятий. В субботу, 21 января, мы отмечаем чуть ли не самый странный, но интригующий праздник – Всемирный День Объятий. Поэтому именно в этот день, 21 января, не стесняйтесь обнимать друг друга. Так как именно в этот день все заключают в объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. В этот день можно и даже нужно обнимать даже незнакомцев. Хотя праздник и сравнительно молодой, никто уже истинно и не помнит, откуда он взялся. Поговаривают, что придумала его предприимчивая молодежь, только бы безнаказанно обнимать кого захочется. Тем более, что это не только приятно, но и полезно. Во время дружеских объятий люди обмениваются положительной энергией. А ученые даже выяснили, что для полного счастья каждый должен обниматься по крайней мере 8 раз в день. А по своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются и душевным теплом. А вот по мнению итальянского профессора медицины Винченца Мориньяна, объятия являются эликсиром жизни. Именно эти эмоциональные проявления не только укрепляют здоровье, но и продлевают жизнь. Стремление прикоснуться к другому человеку, обнять его – это проявление доверия. Ощущения прикосновения являются наиболее ранним ощущением человека, который он испытывает еще будучи младенцем на руках матери. Еще в раннем возрасте материнские объятия закладывают в человеке чувство привязанности и комфорта. Поэтому, обнимая кого-то во взрослом возрасте, мы хотим реанимировать и снова прочувствовать эти детские состояния доверительности и безопасности. Психологи считают, что люди, которые любят обниматься, хотят испытывать чувство безопасности, комфорта и любви. А объятия сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость и благодарность. Приятно и то, что празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным. Поздравляю с праздником! Подарите своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к ним. Напомните тем самым о своих искренних и теплых чувствах. Продолжение следует... Крещенскую ночь следует также и смотреть в небеса. Ведь они тоже подскажут, что ждет и что будет. По крайней мере, про погоду. Вот полный месяц, например, к большому весеннему разливу, а усыпанное звездами небо к сухому лету и урожаю на ягоды и горох. Сработает или нет, посмотрим. А пока до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова